Жители Саратова стали сообщать о пропаже лекарств, в том числе жизненно необходимых. Мы решили узнать о наличии таких препаратов на областном аптечном складе. Там рассказали, что медикаменты в наличии есть. В больницы и поликлиники они отправляются ритмично, каждый день. Здесь у нас зона приемки препаратов. Это те препараты, которые привезли буквально сегодня утром, машину одну разгрузили, и за вчерашний день. Те препараты, которые еще не прошли через систему МДЛП. Вы видите препараты импортного производства. Вот на Вартис производитель идет. И отечественные препараты. Пожалуйста. Сахара. Это для диабета. Поэтому ажиотаж, я считаю, что искусственно складывается. Препараты поступают. Вы видите, что здесь у нас еще до сих пор поставщики по контрактам везут все медикаменты. Медикаменты также еще закупаются. Судя по наполненности складских стеллажей, говорить о недостатке лекарств не приходится. В том числе и по программе «Семь высокозатратных нозологий». Дорогостоящие препараты для льготников есть. Отправка лекарств со склада производится по графику. При нас была загружена последняя машина на это утро. Грузятся льготные препараты на второй квартал 22-го года. Согласно разрядке Министерства здравоохранения обеспечиваем лечебные учреждения Саратов-Саратовской области. Еженедельная доставка во все лечебные учреждения. Часто ажиотаж провоцирует не только сама ситуация, но и отсутствие профессиональной, официальной информации для населения. Мы хотели получить комментарии по рынку лекарственных препаратов в Управлении Росздравнадзора и Комитете государственного регулирования тарифов. Но там говорить отказались. Полина Хмутовская, Николай Синегубов, агентство САРБК.